После двух недель карантина сегодня здесь должны быть репетиции, но танцы отменили. Артисты Алтая идут сюда, как в семью, скорбеть. В ночь на понедельник из жизни ушел руководитель ансамбля Александр Березиков. Его вот это вот служение, музыке, искусству, творчеству, оно передалось нам. Когда мы пришли в ансамбль, мы обрели семью. У нас появились еще одни папа и мама. Ему было 64. Последние 10 лет Александр Федорович жил Алтаем. В ансамбль, созданный по его инициативе, танцоров набирал сам отовсюду. Ансамбль – детище, артисты – дети. Вспоминают Березиков, всегда находил нужные слова для каждого. Виртуозно решал проблемы, мыслил масштабно. Возил Алтай с гастролями по миру, завоевывал гран-при. «Наше поколение, ну не то что от его поколения, а конкретно от его личности, мы очень сильно отстаем. Как будто не понимаем чего-то, как будто не успеваем. Он нам всю, наверное, свою творческую, с нами совместную работу, вот он нам хотел это все время донести, каждый день». Каждый день он уходил домой последним, говорят артисты. Своему проекту посвящал все время. Удача его любила. Он не раз заполучал для ансамбля мэтров, например, балетмейстера Владимира Васильева. Кто будет на него смотреть, когда ходит Владимир Викторович? А он же подошел, он заинтересовал. Какие беседы они вели? Они полтора-два часа до вылета, они разговаривали, не останавливаясь, они так спорили. Александр Федорович не просто спорил. Он еще и говорил, нет, он против говорил. Вы представляете, Владимиру Викторовичу кто-то говорит против. Настойчивость и смекалка, харизма и обаяние, участливость и заинтересованность. Это у мастера перенимали и артисты. Развиваясь под крылом учителя, они росли не только как ученики. Он воспитывал нас как артистов и как людей. И в том и в другом случае он воспитывал нас внутренне. Потому что артист на сцене, если он не живет, он не настоящий, он неинтересен. Так и человек, если ты живешь в жизни, ты не настоящий, ты пустой. То и жизнь у тебя будет никакая. И эта идея наполнять жизнью каждый свой день заражала всех, кто знал Александра Березикова. Простятся с мастером завтра. Кто теперь сможет заменить Александра Федоровича, артисты не представляют. Теперь будет очень сложно с каждым днем сюда заходить. Но надо работать. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком.